Уже сегодня вечером 7 октября по московскому времени вбрасыванием шайбы в столицы Чехии и Праге стартует 105 сезон Национальной хоккейной лиги. Примерно с этой же фразы стартует и новый сезон на канале Спорток. В этом году лига запускается с двух матчей глобальной серии между Нешвиллом и Сан-Хосе, а старт основной зарубы за океаном намечен на 12 октября. И в начале сезона мы традиционно выявляем фаворитов грядущего сезона по букмекерским котировкам. Обязательно посмотрите наше прошлое видео по подсказке наверху и оцените, насколько точны в прошлом году оказались букмекеры. Мы же считали как обычно. Взяли несколько российских и зарубежных контор и вычислили среднее арифметическое. По сравнению с прошлым годом наш топ претерпел некоторые изменения. Сейчас узнаем, сколько можно заработать на вере в свой любимый клуб. Открывайте ваши аккаунты в БК и подписывайтесь на канал. Мы начинаем. А перед тем, как мы начнем, небольшое объявление. Друзья, нас часто спрашивают в комментариях, можно ли как-то помочь развитию нашего проекта. И теперь эта возможность есть. Теперь у нас есть страничка на Boosty, сервисе, где вы сможете оставить определенную сумму денег в благодарность за наш труд. Можете оформить подписку или же сделать единоразовый донат. Все условия уже лежат в ссылке в описании и закрепленном комментарии. Заранее спасибо всем откликнувшимся, а сейчас к выпуску. И на 10-м месте сразу же новичок нашего рейтинга – Minnesota Wild. Клуб Кирилла Капризова неплохо провел регулярный чемпионат, но вот вылетел в плей-офф довольно рано. Однако букмекеры считают, что за лето команда стала только сильнее и в этом году обязательно улучшит свой результат. Исполнители в Миннесоте есть, да и про фактор Капризова, который находится на пике своей формы, забывать не стоит. Интересно, что за рубежом в дикарей верят чуть больше. А если захотите поставить на успех клуба, будьте готовы умножить ваши деньги в 20 раз. На девятой строчке клуб, который сохранил свои позиции в сравнении с предыдущим годом – New York Rangers. В прошлом сезоне клуб Артемия Панарина дошел до финала конференции, где уступил только мощной тампе. Но вот впечатление на букмекеров это, видимо, не произвело. Да, коэффициент на победу рейнджеров стал чуть меньше, но интересно, что у наших БК он только подрос. Если Панарин и Шестеркин добудут заветный кубок, капитал их болельщиков подрастет в 19,5 раз. На восьмой позиции команда, которая сильно просела в рейтинге и сделала это абсолютно по делу – Vegas Golden Knights. В прошлом сезоне клуб впервые в своей истории не вышел в плей-офф, а болельщики и специалисты всерьез заговорили о спаде команды. Однако поверить в то, что Vegas будет аутсайдером, тоже сложно. Да, у команды уже есть трудности перед сезоном – взять хотя бы годовое отсутствие вратаря Робина Леннера. Но в целом клуб выглядит вполне себе боеспособным. В прошлом году «Рыцари» были в тройке, а в этом не попали даже в топ-10 команд у американских контор. Тем не менее, наши БК выравнивают положение. Средний мировой коэффициент на победу Vegas чуть превышает 19. На седьмом месте очень недооцененный в прошлом сезоне «Калгари». Год назад коэффициент на них был едва ли не в три раза выше. Но вот сейчас, на наш взгляд, буки наоборот команду переоценили. Выступление «Огоньков» было не самым выдающимся вспомнить хотя бы тотальный вынос от Эдмонтона. А вернее от Макдэвида в плей-офф. Более того, летом команда потеряла свою главную звезду Джонни Гудро. Так еще вдобавок ушел и Мэтью Ткачак. На бумаге клуб стал слабее, но вудбукмекеров это мало волнует. Если рискнете и поставите на обновленный «Калгари», можете увеличить банк в 18,5 раз. А на шестой позиции как раз их соседи по провинции Альберта – Эдмонтон-Ойлерс. Дуэт Макдэвид-Драйзайтель при поддержке Ивана Ракейна смог дотащить нефтяников до финала конференции, где клуб вчистую влетел будущим чемпионом из Колорадо. На наш взгляд, это достижение – потолок команды в текущий момент, ведь каким бы гениальным ни был Конор, он не может выиграть трофей в одиночку. Однако букмекеры при поддержке болельщиков продолжают считать иначе и серьезно снижают коэффициенты. Если Макдэвид все же сделает невозможное, ваши деньги умножатся примерно в 17 раз. Пятерку гордо открывает банда придурков из Каролины, которые смогли пройти только первый раунд плей-офф, но все равно поднялись в нашем рейтинге. Букмекеры любят такие команды, ведь они играют в яркий и атакующий хоккей, чем серьезно подкупают фанов. Нет-нет, да захочется поставить на такой задорный коллектив. Однако есть ли под этим фундаментальное основание – вопрос. Так или иначе, если верите в успех Андрея Свечникова и компании, можете рискнуть с коэффициентом 12,5. Немного не дотянуло до тройки, как бы вы думали, кто? Тампа Бэйлайтнинг. Клуб уже несколько сезонов был в числе фаворитов у Букмекеров, однако поражение в финале прошлого сезона немного остудило пыл ставочников. Конечно, клубу не удалось полностью сохранить победный состав, но ключевые игроки на своих местах. В Тампе и правда выросла настоящая династия, готовая стабильно штамповать, если не чемпионство, то уж финалы конференций так точно. Но удастся ли это сделать в этом сезоне? Если Кучеров и Василевский вернут кубок Тампе, будьте готовы умножить свои деньги в 11,5 раз. Но самый большой сюрприз нас ждет на третьем месте и здесь – Флорида Пантерс. Команда влюбила в себя болельщиков по ходу регулярки. Мало того, что стала самой забивной, так еще и выиграла президентский кубок. Но вот в плей-офф резвая Флорида налетела на своих соседей из Тампы и рухнула 0-4. Считать это случайностью нельзя, хотя, с другой стороны, повези Пантерам чуть больше по сетке и кто знает. Но в любом случае букмекеры сильно понижают коэффициенты, ставят клуб в фавориты. Если Сергей Бобровский дотащит команду до Кубка Стэнли, можно увеличить сумму ставки в 10 с лишним раз. А вот на втором месте уже даже не сюрприз, а просто какой-то сюр – Торонто Мэйпл Ливз. Каждый сезон проходит для клуба одинаково. Сначала букмекеры стабильно ставят их в топ-3, а затем команда стабильно вылетает в первом раунде плей-офф. Ни на что не намекаем, но, как видите, в топ-3 у буков Торонто уже попал. Причем исполнителей в команде даже больше, чем в том же Эдмонтоне. Но если вторые смогли залезть аж в финал Запада, то листья так и не могут выйти даже во второй раунд. Однако веру в то, что Тавареса, Марнера, Мэтьюса и Нюландера прорвет, не иссякает. Заработать на этом можно примерно в 9 раз. И в лидерах, конечно же, прошлогодний чемпион – Колорадо Эвеландж. В лидерах рейтинга он находится уже третий сезон подряд, а июньский успех лишь укрепил веру букмекеров в мощь МакКиннона и компании. Причем интересно, что коэффициент на триумф Колорадо с каждым сезоном только падал и сейчас вообще находится на каком-то неинтересном минимуме. Но это логично. В клубе остались все лидеры, главного мотора Валерия Нечушкина переподписали, вратарскую линию даже чуть усилили, а потому лавины за лето слабее точно не стали. Второй подряд успех клуба умножит ваши деньги почти в пять раз. И бонусом расскажем о главном аутсайдере среди букмекеров. В разные годы там были и Баффало, и Детройт, но в этот раз главный неудачник сменился. Теперь это Аризона Койотис, лидер нашего рейтинга цен на билеты. Кстати, если не видели этот ролик, переходите по подсказке наверху. Аризона, конечно, не выглядит серьезной командой и рассчитывать на что-то серьезное с таким составом практически невозможно. Наверное, если клуб не окажется на последнем месте, это уже можно будет считать своего рода успехом. Но букмекеры дают на Койотов просто унизительный коэффициент больше 500. Для сравнения, в прошлом сезоне Кэп худшей команды был всего лишь чуть больше 200. Друзья, вот такой традиционный топ у нас получился. Пишите в комментариях, кого вы считаете главным фаворитом нынешнего сезона. Будет интересно почитать ваше мнение. Сезон НХЛ уже вот-вот начнется, а мы будем следить за ним вместе с вами и радовать вас новыми роликами. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. И помните, что любовь к клубу и веру в него не измерить никакими коэффициентами. А с вами был Спорток. Услышимся!